Здравствуйте, дорогие братья и сестры! К нам на библейский портал Экзегет пришел вопрос. Как относиться к шквалу новостей негативных, страшных, которые уже предполагают в самом своем посыле ненависть к кому-то? Как в этом жить? Надо сказать, что новости сейчас являются элементом войны. Задача тех, кто формирует эти новости и их пишет, не передать нам правдивую информацию, а склонить нас на какую-то сторону, заразив нас неприязнью, ненавистью, как нам кажется, справедливым гневом. И, конечно, когда мы этим заражаемся, это зло поражает нашу душу, и мы грешим. Что происходит во мне, как в христианине, в результате того, что я погружаюсь в постоянное чтение сводок и новостей? Я теряю мир и не могу молиться. Изменить я и так ничего не могу по-человечески. А вот как христианин молитвой я могу очень многое на самом деле. Каждый из нас может очень многое. Давайте вспомним, как Авраам уговаривал Господа не казнить Содом, и Господь сказал, что если там будет десять праведников, я пощажу этот город. То есть, если будут люди, которые молятся, мы должны быть такими праведниками, которые совершают молитву и меняют историю человечества. Но если я заражен злобой, ненавистью, желанием мести, молитва моя не дойдет до Бога. Я и не смогу нормально молиться. И значит, я соль, потерявшая силу. Особенно я как священник. Если я в себя это впустил, все, кому я нужен. Я не могу выполнить то, ради чего я христианин. Я не могу разговаривать с Богом. Поэтому новости эти надо как минимум фильтровать. Если я чувствую, что душа моя начинает заводиться, злобой, ненавистью разрушаться, неважно в какую сторону. Надо это прекратить. Вот раз в два дня. Прочитали заголовки, вечером заголовки, и достаточно. В конце концов, самое главное, что мы знаем о том, что происходит, что происходит страшная беда и страшное горе. И преодолеть и смягчить это можно, только если тех, кто истово молится, будет много. Тогда это может быть преодолено. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!